Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и вновь это бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс, это радио-телевидение Медиаметрикс, потому что наши спикеры зачастую удивляются камерам, присущим здесь, как сегодня, собственно, удивилась Алена. Доброе утро, друзья, доброе утро, Яков. Доброе утро. У нас сегодня в гостях Яков Новиков и Алена Валовая, Валовая, как правильно? Валовая. Валовая. Алена Валовая, видите, я исправляюсь, у нас живая фирма, все, можем делать все, что нужно, и это сооснователь Модульбанка и HR-директор Модульбанка, и мы сегодня поговорим о важнейшей, на мой взгляд, теме, которая волнует всех, любого директора, любого предпринимателя, как сделать лояльными тех людей, которые работают в твоей компании. Причем не просто так, а знаете, мне нравится, помнишь, мы с тобой еще того времени, помнишь, были программы «500 дней» или что-то еще, за 60 дней наши ребята в студии гарантируют, что сделают из любого сотрудника лояльным. Как? Ну, ты знаешь, у нас нет цели сделать человека лояльным, да, потому что лояльность очень часто подразумевает низкую эффективность, низкую результативность. Вообще все мероприятия, которые мы делаем с точки зрения работы с сотрудниками, они направлены на то, чтобы сделать их заряженными. О, круто. То есть лояльность равно заряженность, заряженность уже или лояльность или заряженность, как будем говорить? Ты знаешь, для меня это разные термины, мне больше нравится термин «заряженность», да, потому что лояльность, она не всегда предполагает результат, а мы такие в модульбанке фанаты результата. Я, к счастью, был у вас, вот, и мне нравится, помнишь, тогда мы делали два года назад тренинг, стратегическую сессию. Вот. Что изменилось с того времени, за два года с коллективом? Куда стартанули? Тогда было 500 клиентов, что ли, или 500 расчетных счетов, или 5000, я не помню. Ну да, скорее всего тогда было 500 клиентов, сейчас у нас, я думаю, в феврале уже будет 100 тысяч клиентов. Вау! За три года банк стал прибыльным, мы при этом еще из банка превратились, создали первый в мире, я бы сказал, финтех-холдинг. У нас не только банковский бизнес, но еще и есть несколько дочерних компаний, которые делают сервисы для предпринимателей. Да, я читал, вы купили кассу, да, и бухгалтерию. Это касса, бухгалтерия, вот, ну, если брать такие ключевые. У них уже тоже количество клиентов исчисляется там тысячами. Уже такие успешные, хорошие бизнеса получаются. Сколько совокупно людей занято вообще, ну, наемных сотрудников, в том числе удаленных, я имею в виду. Ну, вообще, когда мы делали с тобой первую страцессию, у нас… Все помещались там. Да, все помещались в одной небольшой комнате в Сити. Работало около 30 человек, ну, где-то так, может быть. Плюс немного там в Сибири, да, банк сам по себе сидел, который… Да, ну, фактически, если брать модуль банк, это человек 30-40 тогда было… Мы все поместились, да. Да. Человека по скайпу было еще. Сейчас мы посчитали, и нас уже 800 человек. Ого-го. Это прям такой очень большой рост. Но что мы хотим сохранить и не хотим менять, это, знаешь, такую культуру стартапа. Угу. Давай с этого и начнем. А что такое культура стартапа вот для тебя как для основателя? Зачем ты вообще, в принципе, все это замутил? Ну, вообще, многие думают, что стартап – это когда все занимаются всем, когда нет четкой организации, когда царит какой-то хаос. Но для меня стартап – это немножко другое. В первую очередь, это скорость изменений. Если ты меняешься быстро, то ты стартап. Второй момент – это вопрос того, насколько ты склонен, я бы сказал, к разумному риску или к нему не склонен. Если ты постоянно пробуешь что-то новое, то ты тоже стартап. Транслируется сразу на человека. Право на ошибку есть у человека? Это ключевая история. Но, в принципе, мы ошибки делим на два таких типа. Первый тип – это когда сотрудник ставил эксперимент, проверял гипотезу, и эта гипотеза не сработала. Это первая категория ошибок. Это инвестиция. Да, и, конечно, это инвестиция в опыт. Ты получаешь знания, которых нет у твоих конкурентов, и чем быстрее ты их получаешь, тем круче. Второй тип ошибок, который тоже бывает – это раздолбайство. И, конечно же, такие ошибки мы вообще ни разу не прощаем. Но, если говорить, третий критерий стартапа – это скорость обучения. Если ты приобретаешь новые навыки, внедряешь новые технологии быстро, то тогда ты стартап. И поэтому вот три этих критерия, они, как обычно, понимают, что это сидит группа из пяти человек, и непонятно, кто чем занимается. Прошу, Алена, ты скучала немного. Алена, тебе, как HRD, наверное, первым главным инструментом, с которым ты начинаешь работать, есть некие базовые установки – mission, vision, ценности, соосновательные, к счастью, в доступе. Что ты получила, когда пришла в декабре 2016 года? Какой тебе дали саквояжик? С чем? Что там было в этом ящичке? Для меня это был очень интересный первый опыт того, что я прихожу уже в большую компанию, 500 человек в тот момент была численность, 36 тысяч клиентская база, и я понимаю, что там не ступала нога HR, и все работает. Круто. И все работает хорошо. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Как так вообще бывает? Почему? Что являлось секретом, что не ступал? То есть HR иногда вреден бывает? Да все очень просто. Дело в том, что вот то, о чем говорит Яков, да, энергия стартапа, вовлеченность, если мы говорим терминами, заряженность – это вовлеченность. Лояльность – это просто комфорт. Мы говорим сейчас о вовлеченности. Вот я не согласен с вами с тенденциями, формулировками, но это не суть нашей передачи. Хорошо. Так вот, любая энергия, любая культура держится на живых людях. Не на системах, не на методологиях, а на людях. Поэтому вот то, о чем сейчас говорил Яков, да, про то, что люди постоянно должны развиваться, потому что они должны кайфовать от изменений. У вас есть ценности в банке? Безусловно, да. Сформулированные? Да. Можешь назвать? Да, безусловно. У нас есть, ну, я бы назвала это принципами, да. Вот, супер. Какие? У нас есть шесть основных принципов, которые, когда я пришла в банк, я увидела и сформулировала. Первый принцип – это осознанность. Это про то, что каждый сотрудник должен понимать, что он делает, для чего, какого результата он хочет добиться. У нас принято задавать много вопросов, а не брать под козырёк и бежать делать. Человек, когда что-то делает, он должен чётко понимать, а зачем это вообще нужно. Второй принцип – это принцип развития. Это про то, что человек никогда не должен останавливаться в своём развитии и постоянно повышать свои знания. Более того, мы даём очень много инструментов для этого. Я могу потом подробнее об этом рассказать. В 60 днях программе ты расскажешь, да? Да. Но основа этого в том, что человек должен сам проявить инициативу. Никто его не будет заставлять, никто не будет за ним ходить и говорить, милый друг, запишись, пожалуйста, вот сюда, на эту программу. Или посмотри, у нас есть электронная библиотека. Человек должен проявлять собственную инициативу. И как раз инициативность и ответственность – это третий принцип нашей работы. Это про то, что не должно быть неравнодушных людей. Когда человек видит, что что-то в организации идёт не так, можно оптимизировать, у него не просто есть право голоса, он должен об этом говорить, брать на себя ответственность, исправлять это и проявлять инициативу. Окей, четвёртая. Четвёртый принцип – это свобода. Это про то, что человек может выражать себя так, как он считает нужным. Девушка в виде панка, помнишь, была у нас на сессии такая, она до сих пор работает? Она до сих пор работает, если это Лекса. Да, да, да. И Юля Коробкова, и разные. По-прежнему ходят таких ёрши, ботинках, всё свободно. Да, и учитывая, что у нас уже больше 800, основное… Таких стало больше. Конечно. Основное наше поколение – это Z и Y, и свобода начинается от того, как ты можешь выглядеть, и заканчивается тем, с кем ты можешь разговаривать. Именно поэтому Яков, Андрей и Олег отказались от секретарей, отказались от водителей, от собственных кабинетов. Они работают, ну грубо говоря, в народе. Они не сидели, тогда вы сидели на заднем ряду просто, да? Или был потом период кабинетов? Да нет, нет, у нас до сих пор нет никаких кабинетов, у нас у всех есть переговорки, каждый может эту переговорку занять там для встречи, если она ему нужна. Вот, но я скажу еще свободу, как я ее понимаю, да? Для меня свобода всегда выражается в очень простом правиле – право сказать «нет». Вот если у тебя есть право сказать «нет», то, мне кажется, ты свободный человек. Потому что, как часто бывает в компаниях, разрабатывают продукт, есть владелец этого продукта, но этот владелец продукта вынужден слушать все остальные подразделения, которые каждая хочет добавить свою стоимость в этот продукт. Так вот, если у него нет такого права сказать «нет», то, конечно, ни о какой свободе, ни о каком предпринимательстве, а свобода – это, мне кажется, такой краеугольный камень, основа предпринимательства, вот, говорить не приходится. Хорошо, продолжим, осталось две, пятая и шестая. Конструктивное общение – это то, что, на наш взгляд, безумно важно в том, чтобы была синергия, в том, чтобы была кооперация внутри. Мы не за конкуренцию, мы за сотрудничество. Поэтому человек должен думать не только о том, насколько профессионально он что-то делает, а еще и о том, какое впечатление он производит на коллег, на партнеров. Это очень-очень важно. У нас за 2017 год эта программа набирала обороты, и мы прощались с людьми, которые не придерживаются этого принципа. Да, даже если они крутые профессионалы, потому что это разрушает вот эту вот культуру и энергию внутри. Окей, последний финанс. Ты знаешь, даже есть очень большой соблазн, вот если брать про конструктивное общение, всегда построить систему так, чтобы соседние подразделения друг друга покусывали. Ну, потому что тогда руководитель получает всю информацию, он понимает, где есть проблемы и может, знаешь, как говорят, управляемый конфликт. Вот. Так мы в управляемый конфликт не верим. Чаще всего этот конфликт никакой не управляемый, он очень сильно снижает производительность ребят. И вот Алена, что называется, постоянно топит за конструктивное общение, за эффективное взаимодействие подразделений. Кучу исследований нам приносило, которые доказывают, что вот такая внутренняя конкуренция ни к чему, кроме как к потере времени не приводит. Вот. И поэтому такой она ярый сторонник всего этого. Ну и финальная ценность? Это позитив. О. Это про то, что мир настолько меняется, что мы сталкиваемся постоянно с таким количеством сложностей, что если воспринимать всё, ой, какой ужас, накрыли с простыней и поползли в сторону кладбища, да, это вообще не ведёт ни к чему. Супер. Спасибо. Я буквально, как это называется, знаешь, комментарий к каждому комментарию. Если говорить про позитив, у нас мы столкнулись с такой штукой, что многие ребята воспринимали позитив, это как там, я не знаю, ходить и улыбаться или быть, я не знаю, каким-то источником радости. Но я говорю, ребят, интроверт, он может быть отличным, позитивным человеком. Главное, ты когда видишь проблему, ты к ней относишься как к проблеме или ищешь способы её решения. Так вот, для нас позитив – это когда человек ищет способы решения вопросов. Это больше внутреннее состояние. Да, это внутреннее состояние, чем то, что ты ходишь и там всех своей лучезарной улыбкой развиваешь. Позаряешь. Окей, отлично. Ценности, на мой взгляд, я не знаю, ты согласишься с этим или нет, являются некой структурой, корпоративной культурой, фундаментом, базисом, на котором он строится. Как вы к ним пришли, именно к этим? Ну, смотри, у нас, мы когда стартовали модуль, вот когда как раз с тобой начинали, с троцессию проводили, мы думали, что можно в самом начале написать какие-то принципы работы, а мы именно называем их принципами. Просто для меня ценности – это то, что стоит на полочке, с чего все сдувают пыль и что нельзя трогать руками. А для нас принципы – это то, что ты… Рабочий инструмент. Рабочий инструмент – это твоя кирка, которой ты работаешь просто каждый день. Вот. И мы думали, что можно всё вот так сформулировать, да, с нуля, как ты считаешь это правильным. И даже у нас была первая попытка. Но потом оказалось, что по такому механизму… Они идут в процессе? …ничего не работает по такому. И мы решили, что мы должны год, два или три пожить. Пожить. Да. Для того, чтобы сформировалась команда и выкрестивались принципы работы. Вот. И у нас, действительно, три года не было HR. Мы жили без HR. У нас был сотрудник, который занимается кадрами, оформлением на работу, увольнением сотрудников. Бэк офис такой, да? Бэк, да. Абсолютно бэк, но HR, который развивает сотрудников, у нас не было. Вот. Но когда пришла Алена, она посмотрела опытным взглядом на все это и сказала, слушайте, ребят, а у вас же вот это вот уже оно все есть. Это просто видно не на каждом из основателей трех, да? Это просто из каждого сотрудника компании они так работают. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, это все ясно, сформулировалось, появилось. Но ведь у вас внутри должна же быть какая-то главнейшая цель, ради чего все это было придумано? Оно тоже пришло со временем? Ты знаешь, по крайней мере, осознание пришло со временем, да? Что это сейчас? Что такое вообще сейчас модульбанк? Ну, модульбанк, в принципе, это про путь героя, и модульбанк это про то, что бросать вызов. И я вот, когда немножко задумался о тем, почему мы решили сделать модульбанк, как все это получилось, оказалось, что такая главенствующая корневая причина была в том, что мы хотели бросить вызов. Первая история, мы хотели бросить вызов самим себе, потому что, когда ты работаешь в крупной корпорации, которой 170 лет… У тебя все хорошо, у тебя была хорошая позиция. Да, все отлично, карьера чудесная. Вот, тебе непонятно, то ли все то, что происходит, это результат твоих усилий, или это просто результат 170-летней истории. Вот, это никогда было непонятно. И второй момент был такой, всегда интересно тебе, а сможешь ли ты запустить что-то с нуля сделать, да, вот, когда у тебя просто голое поле и есть стартовые условия. И вот это первый вызов, который мы бросили себе, что мы хотим попробовать. Мы прекрасно понимали, что вернуться там в какую-то корпоративную историю, конечно, можно будет, да. Но если мы в этот момент не сделаем, не попробуем сделать свой бизнес, то потом лучшего времени не будет. Вот. А второй вызов, который мы бросили, он уже такой, знаешь, немножко маркетингово-отраслевой. Это вызов классическим банкам, да, которые с бизнесом работали в формате советской поликлиники. Наша задача, наша цель была построить высокотехнологичный, клиентоориентированный и прибыльный бизнес. Вы с клиентами общаетесь? Что они говорят о банке? Ну, вообще мы фанаты и общения с клиентами, очень через разные каналы, и мы постоянно меряем еще индекс удовлетворенности клиентов, NPS. И что, кстати, интересно, он высокий и очень сильно похож на индекс удовлетворенности сотрудников. Они коррелируют, да? Абсолютно. У нас уровень удовлетворенности клиентам где-то 71-72%, а уровень удовлетворенности сотрудников тоже около 70, 72-73%. Оказалось, что два этих показателя очень сильно связаны. Вот все говорят, довольный сотрудник, довольный клиент, но чаще всего это просто лозунг, который кажется… А у вас это доказывает жизнь? А мы это на цифрах проверили. Поэтому основной мотив был такой – это вызов, бросить вызов. Вовлечен ли ты в операционную деятельность как сооснователь? Ну, то есть, людьми, распоряжения, приказы, не знаю. Ты знаешь, у нас вообще культура всех тех людей, которые занимаются бизнесом – это играющий тренер. Это значит, что то, чем ты занимаешься, ты, в принципе, можешь делать и сам, но это делаешь необязательно. Я просто подвожу к тому, что когда появляется HR, и кто-то должен давать какие-то, ну, там, вводные, да, ну, чтобы, как бы, там, понять – иди туда, смотри на то, работает так. Ты знаешь, у нас, мы стараемся делать не то, чтобы мы вводные давали – иди смотри туда, а чтобы человек пришел и сказал – смотри, какая классная тема, это можно сделать вот так, вот так, вот так. Да и вообще каждый из наших ребят, он в своей профессиональной сфере гораздо сильнее, чем мы. Круто. 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 Алена, ну и тогда, соответственно, когда ты все это увидела, все, как они жили без тебя, осчастливись своим приходом, какая главная, на твой взгляд, о хорошем мы по ним поговорили, а какая была главная проблема с людьми, что ты видела не работает? Я бы вообще не говорила в терминах проблем. Ну, хорошо, ладно. Потому что, действительно, то, что я увидела было очень-очень круто. И для себя я поставила основную задачу – это как раз на огромном интенсивном темпе роста количества людей, соответственно, организационной структуры, не размыть то, что было уже сделано. Оформить, где-то зафиксировать и поддержать различными инструментами, чтобы там было 300 человек, 500, сейчас 850, и мы растем, продолжаем расти в 2018 году, чтобы сохранить это все. Окей, эксперимент тогда. Смотри, представь, что тебя прямо сегодня наняли на работу, и тебе Яков, Андрей, забыл вашего третьего, как зовут? Олег. Олег, да. Говорят, слушай, вот у нас есть ценности, мы хотим, чтобы у нас была супер-классная корпоративная культура. Что бы ты сделала? Собственно говоря, это и я и сделала. Представляешь, вот кейс, вот прям все, вот ты заходишь сегодня в модуль, какие бы ты начала проводить активности, акции, что бы ты делала просто, вот как HR. Они говорят, у нас нет культуры, мы хотим, чтобы она появилась, вот тебе ценности вперед. Да не бывает такого, что нет культуры, она уже существует. Нужно опереться на то лучшее, что есть, и поддержать это различными мероприятиями. Например, какими вот вы поддерживаете свою культуру? У нас очень много инструментов для этого. Прямо под каждый принцип, который я озвучила, я могу их назвать. Может быть, мы выберем, которые… Давай привяжем, собственно, к теме основной программы. Ведь я имею в виду, откуда возникла тема 60 дней, для чего она, решением какой задачи она являлась? Ну, вообще, 60 дней достаточно для того, чтобы понять, насколько человек, который входит в новую организацию, эффективен и насколько она ему подходит и соответствует… То есть, это период знакомства? Абсолютно, потому что на входе какие инструменты ты бы не использовал, тесты, интервью, еще что-то, у тебя нет никогда 100% новых. То есть, мы ориентируемся, что целевая аудитория – это новые сотрудники. Да. А если человек, который работает, захотел бы пройти такую программу, у него есть такая возможность? У человека, который работает, есть масса других программ, Это программа «Слечить доночку». Супер. Вот мы набрали людей. С какая группа минимальная стартует? Каждый. Это индивидуальная программа для каждого человека. А, индивидуальная. То есть, они не в группе работают? Нет, они… Тогда давай, расскажи подробнее про программу, чтобы было всем интересно. Процесс найма у нас построен так, что человек реально попадает в команду модуль банка тогда, когда он проходит 60 дней. Не тогда, когда он заключает формальный контракт и выходит на работу, а тогда, когда он проходит 60 дней. То есть, только после прохождения вот этих вот 60 дней он заходит в команду? Он заходит, он является полноправленным членом модуля. И за эти 60 дней он проходит несколько этапов. Первый этап – это интенсивное и быстрое погружение как раз в нашу культуру. Потому что уже в первые несколько дней он должен четко понимать, куда он попал. А как? И резонирует ли это ему. Как это можно повторить? Например, если перед другими компаниями нас смотрят по всей стране, какой-то предприниматель сейчас сидит в каком-нибудь небольшом там городе и говорит, слушай, я бы тоже так хотел. Как это сделать? Мы показываем это всячески. Начиная с того, что процесс приема не занимает полдня, как и в обычных компаниях, а это все происходит… Я взберу устроился на работу 6 месяцев, потом меня не взяли. У нас все это происходит интерактивно, когда он сидит еще у себя дома и к нему уже приходят документы, который, когда он… А НДИИ вы подписываете? Естественно. Сразу? Да. То есть в первый день, вот он первый час находится на работе, он полностью подписывает все документы и на этом прием заканчивается. Это занимает там… А процесс собеседования, отбора, как кто? Это тоже ты управляешь? Да, но это до 60 дней происходит. А сколько, например, по времени в среднем занимает? Что конкретно? Процесс, вот от момента, вы увидели это резюме, там человек первый контакт, до момента его попадания при позитивных исходах… Зависит точно от должности. Если мы говорим про фронт-офис, то есть это люди, которые занимаются продажами, контактами с клиентами, открытием счетов, то может пройти два дня. Два дня? Может такое быть абсолютно. А для топа? Для топа, конечно, сложнее. То есть, во-первых, процесс поиска очень-очень… Нет, начнем от того, что первый контакт с кандидатом, который вам уже хорош, и вот у него идет все-все-все хорошо, сколько вот это занимает у топа, например, месяц, два? Это может быть один или два интервью, зависит от того, соберу ли я втроем всех наших сооснователей быстро или нет. Топов, да. Конечно. Все вместе сидите, да. Это ключевые позиции, безусловно. У нас вообще много где есть правила трех ключей. Кстати, в программе «60 дней» оно тоже есть, да. Но когда мы подбираем топов, решаем только втроем, и у нас нет принципа голосования. Два за, один против, да. В принципе, мы выбрали политику, знаешь, как в венчурных фондах. Там очень часто, что у каждого члена, принимающего решение об инвестиции есть, ну, я бы сказал, можно назвать это право вето, ну, либо сказать, что… Нравится, не нравится. Без… Когда все согласны, только тогда принимается решение. Супер. Окей. Все, с этим понятно. Человек попадает в программу «60 дней». Вам об этом говорится? Естественно. То есть он знает, что что-то ждет, да. Конечно. У него приходит на почту письмо в первый час его работы, где не только документы находятся, а полное описание программы «60 дней». Он видит скорость, с которой мы работаем, его встречают люди, которые… его руководитель непосредственно, который кровно заинтересован в том, чтобы он прошел 60 дней. Это является как-то праздничным днем для человека, когда он первый день выходит на работу? Ну, мне сложно сказать, да. Это зависит от человека, мы не обставляем это специальным образом. Ну, в «Саус-Вест-Арлайце» там шарики, там в запасе они там, ну, какие-то еще свои приколы. То есть, о, я сегодня… Вот, смотрите, новичок сидит. Мы ввели традицию. Все подходят, поздравляют. Да, мы ввели традицию, мы думали о том, а как же сделать так, что офис уже большой, выходит человек, и так, чтобы с ним побыстрее познакомились. Буквально вот за последний месяц мы сделали брендированные модульбанковские коробки, наполненные сладостями. Ух ты! И в каждой сладости есть пожелание какое-то. И если люди видят, что коробка со сладостями стоит на столе, значит, там новичок. Но для того, чтобы пойти, взять ее и прочитать свое пожелание на день, ты должен познакомиться с ним, задать ему несколько вопросов. То есть, у человека стоит коробка со сладостями. Да. Ты, проходя мимо, можешь угоститься. Но прежде чем говорить, ты должен с ним познакомиться. У вас там квесты по найди туалет или что-то еще? У нас есть целая служба заботы о сотрудниках, поэтому человек, который новенький приходит, он всегда знает, что он может подойти к любому человеку и ему все расскажет. Супер. Какие три стадии существуют в этой программе? Первое – погружение. Это то, о чем мы говорили. То есть, он видит скорость, с которой работает, он видит количество информации, которое сразу ему дается на входе, которое он должен переработать. Вот в таком темпе он будет работать все время в модуль банки. Дальше мы проводим welcome презентацию, на которой мы рассказываем все как раз о наших принципах, о том, что мы ценим в наших лидерах. А что рассказывает? Основатели или вы? Или родители? Ну… Давай я расскажу. Давай, давай. На первом этапе эту презентацию делали основатели. Ага. Часто делали мы с Олегом ее. Иногда подключался Андрей. Вот. О чем мы рассказывали? Там было две части. Первая часть рассказывала об истории модуля. Но это, знаешь, не такая пропитанная нафталином история, где нужно запомнить даты. Абсолютно бессмысленно. Хотя, конечно, прикольно знать, что там 10 октября 2014 года у нас появился первый клиент. Вот. Но эти даты мы преломляем через какой фактор? Например, что 10 октября мы подключили первого клиента, и это значит, что мы с нуля запустили онлайн высокотехнологичный банк за три месяца. Чего не делал никто в России. Даже у Олега Юрьевича Тинькова на это ушло от шести до девяти месяцев. А у нас первый клиент подключился через три месяца. Я предлагал вас купить. Знаешь, очень многие интересовались модуль банком. Я так скажу. Размыто. Вот. История какая? И мы преломляем вот эти даты через амбициозность и через скорость работы. Мы говорим, ребята, за три месяца онлайн банк был запущен с нуля. Это значит, что теперь к своей работе вы применяете именно эту метрику. Вот для вас эталон, с которым нужно измерять и мерить скорость того, ты работаешь быстро или ты работаешь медленно. Вот. Поэтому эта вот история, она про это. Она про амбиции, и она про скорость, и она про эталон измерения своих результатов. Вторая часть. Мы всегда разговариваем про предпринимателя, потому что я считаю, что неважно, чем ты занимаешься в модуль банке, ты должен понимать, с кем ты работаешь. Кто твой клиент. И чем предприниматель отличается от менеджера. Чем предприниматель отличается от любого другого человека. Чем предприниматель отличается от бизнесмена. Может ли тренер быть предпринимателем. И вот эту историю мы очень активно разминаем на примерах. Показываем, какие характеристики отличают предпринимателей. Я не знаю, например, что это человек, который всегда радуется переменам, а не наоборот пытается их остановить. Да, это человек, который любит на себя брать ответственность. Это человек, для которого проблема это не ужас-ужас какой. Ну вот не знаю, сегодня все могли сказать, ой, какой ужас, снег выпал, дороги ужасные. Для предпринимателя это всегда возможно. Красиво, классно. Но даже не в эстетическом плане, а в том плане, о блин, кстати, а может быть подумать сделать какую-нибудь более эффективную технику по очистке тротуаров. И погнать на 10 машин больше в свой автопарк, заранее подготовить. Да, да, да. Это всегда возможность. Точно так же, как, знаешь, когда реагенты рассыпались и говорят, а черт, блин, обувь разъедает. Вот уроды те, кто рассыпал их по дорогам. Пшикал, который отреагировал. А предприниматель смотрит так. Во-первых, я не знаю, от базовых, я не знаю, галоши, которые вошли в моду, которые защищают обувь. А у меня есть друг в каком-то научно-исследовательском институте, он как раз разрабатывал защитное это для обработки, не знаю, там крыльев самолетов, а может быть это можно для обуви применить. Супер. Не пробовали? Но потом перестали или что, или продолжаете по-прежнему для этого делать? Ну, сейчас реже мы это делаем, но, я думаю, Алена это делает часто. Видео себя не записывать и посмотреть кино, как основатели про это говорят. Ты знаешь, мне кажется, живой контакт ни с чем не сравнить. И, в принципе, по итогам этого выступления у нас некоторые люди вставали и говорили, все, мы не хотим работать в модуль банки. Серьезно? Да. Потому что я объяснял вам, что это культура стартапа, что это требования стартапа, что год будет за три, но через этот год вы выйдете совершенно другими людьми, что это будет очень интенсивная работа. Пока ты рассказывал. И, например, Олег часто говорил, что, Яш, ты сегодня очень плохо рассказал, никто не ушел. Слушай, а вот предпринимательская культура, идете ли вы дальше, о чем я имею в виду? Когда какой-то из человек, из сотрудников банка говорит, слушайте, у меня есть офигенная идея, я хочу стать предпринимателем внутри банка. Возможно ли внутреннее предпринимательство в модуль банки? Ты знаешь, мы не то, чтобы идем дальше, мы выбрали это главным приоритетом на следующий год с точки зрения нашей системы. Она у нас называется Total Awards, это разные бенефиты, преимущества, которые получают сотрудники от работы в модуль банки. Мы это выстроили в четкую систему и как раз развитие предпринимательского мышления, это главная задача на следующий год у нас. То есть человек может создать, придумав какую-то идею, вы можете вместе создать некую компанию или виртуальную компанию, где он будет как бы собственником предпринимателем в какой-то доле от этого и свои идеи, да? Расскажу в нескольких разрезах, мы вообще, когда запускали модуль, мы говорили, что было бы круто, чтобы половина людей, которые вдруг ушли из модуля, ушли по причине того, что они решили запустить свой бизнес. Класс. С точки зрения внутреннего предпринимательства, мы это смотрим в разных разрезах. Это и то, что человек может прийти и получить нашу поддержку с точки зрения запуска своего проекта. То есть такой, по сути, у вас инкубатор рождается внутренне. Это и то, что, например, сотрудник может прийти со своей идеей продукта, который можно запустить в модуле. А на многие продукты мы смотрим, каким образом. А из этого можно сделать бизнес, отдельно стоящую компанию. А этим будут пользоваться клиенты, которые не только клиенты модуль банка, а на рынке в целом, да. И если это так, то мы такой продукт запускаем. Отлично. И у сотрудников есть опционы. У нас вообще очень много примеров. У нас порядка 4-5 дочерних компаний. Одна из последних, которую мы запустили, это P2P кредитование проектов бизнесовых. Называется «Модуль деньги». И в ней точно так же фаундер имеет свою долю. Это кто-то бывший сотрудник или кто-то просто человек со стороны? Нет, это человек со стороны, у которого была одна идея, мы ее проверили. Она оказалась… Оказалась живой. Нет, она как раз оказалась не очень рабочей, но потом появилась вторая идея, и эта идея оказалась гораздо более живой. Хорошо. Время неумолимое дням, хочется завершить программу. Итак, что во втором, что после welcome презентации? Потом идет погружение уже в реальную жизнь. Real life. Да. Каждый сотрудник должен пойти и пустажироваться один день в подразделении работы с клиентами. То есть это бизнес-ассистенты, которые работают с клиентами на чатах или по телефону. Но вы же онлайн, у вас же нет оффлайн, да? То есть вы только где-то на телефоне, в мессенджере или… Да, да, да. Это чаты, это телефон. И именно там сотрудник знакомится, во-первых, с продуктом, он видит, как выглядит личный кабинет, он видит, какие есть боли у клиентов, какие чаще всего звонки поступают или сообщения. И самое главное, он знакомится с tone of voice, которым бизнес-ассистент разговаривает с клиентом. То есть именно вот этот tone of voice, это именно интонация, ты имеешь в виду, да? Да, это подход. Подход. Это начинает построение предложения до отношения эмоционального, которое бизнес-ассистент закладывает в общение с клиентом. Это вообще наша сердцевина, это основа очень многих процессов в нашей культуре. И он это видит вживую. Это пришло методом проб и ошибок, или вы наняли кого-то профессионала, который смог создать вот такой tone of voice, как бы конструкцию? Был наш, по-моему… Ты знаешь, это все шло изнутри, да? Это диалектическое развитие. Да. У нас очень много идет чего диалектический, и что мы потом начинаем упаковывать и превращать в систему работающую. Да. Вот. Мы всегда понимали, что бизнес-систент должен быть решателем, а не тем, кто там выслушивает клиента. Да. Постепенно, даже с точки зрения тех слов, которые использует бизнес-ассистент… Скрипты есть? Да. Есть даже не скрипты, а есть правила. То есть, алгоритмы. Есть запрещенные слова. Ну, приведу пример. Например, да. Клиент должен, вы должны предоставить. Мы всегда объясняем людям, что клиент вам ничего не должен. Это вы клиенту должны. Клиент уже заплатил деньги, он пользуется вашим сервисом. Клиент вам ничего не должен. И таких слов где-то 400-500… Что будет тем, кто пользуется? У вас система, как у нас ФСБ работает, выхватывает слова нужные и тут же блокируется телефон? Сейчас расскажу. Почти. Почти. Сначала мы начали людей обучать, рассказывать, объяснять. Появились плакаты с этими стоп-словами. Вот. Но потом мы поняли, что мы же все-таки IT-компания. Мы технологичная компания. И страны не используют технологии. Да, есть. 60% общения с клиентами идет в чатах. Ага. Как только бизнес стенд пишет одно из запрещенных слов, система не позволяет ему отправить сообщение, подсвечивает это слово и говорит «Дружище, меняй». Да, и какой-нибудь еще на экране… Ну, по сути, можно сказать, что мы вот говорили чуть-чуть про свободу, а по большому счету у нас такая жесткая цензура в этом плане. Ну, ты знаешь, на самом деле так без этого невозможно. Любая ценность, если она не упакована в эффективность или в KPI какой-то, она бессмысленна. Ну, ты знаешь, я даже больше скажу, что она должна быть упакована в жестко зашитый процесс. Абсолютно, конечно. Вот. И тогда это начинает работать. И мне вот такая смесь обучения, когда есть осознанность, почему мы так делаем, почему этих слов не должно быть, сочетается с объединением современных технологий, которые там, я не знаю, ты не пишешь регламент про то, как нужно жить, да, а у тебя прямо это все встроено, тебе даже системы контроля не нужно выстраивать. Что дальше? Параллельно мы сразу же показываем возможности, которые открываются у человека. Ну, например, у нас есть электронная библиотека с подпиской для каждого сотрудника. Это, на самом деле, далеко не дешевая вещь. Это трансформация той полочки с книгами, которая превратилась в электронную библиотеку. Ты знаешь, наверное, то, что мы принесли из Сбербанка, мы людей заставляем книжки читать. Классно. Но тогда вот я смотрел на вкладки, практически никто не читал. Какая сейчас результативность чтения? Результативность очень высокая, у нас есть закрытая группа в Фейсбуке, где есть все сотрудники, и новые сотрудники пишут рецензии на те книги, которые они прочитывают. Ух ты! Соответственно, это такое, не знаю, как сказать, переопыление друг друга. Ну, давай так, любой человек хоть раз, вот если возьмем все 800, хоть раз воспользовались библиотекой? Каждый? А как же нет? Ну, естественно. Ну да, собственно говоря. Конечно. Супер, читаем. Время просто мало остается. Дальше. Дальше, да. Ну, перейдем тогда к третьей стадии. Давай, как называется? Третья стадия – это как раз прохождение интервью с одним из основателей, который принимает решение о том, что человек приходит в команду. Это совершенно… Скажи курьез какой-нибудь, самый жесткий. Я хочу сказать, что мы все шутим, что до пришествия HR в модуль банк – это была дружественная беседа с основателями, где каждый сотрудник мог поделиться теми улучшениями, которые он успел сделать за время работы. А, говорю, когда пришли HR профессиональные, это стало чуть-чуть более жесткой историей, но я считаю, что это правильно. В принципе… Сколько времени занимает такая беседа? 30 минут. Ого. На каждого? На каждого, да. Каждый день, получается? Раньше, когда мы росли не так быстро, мы встречались втроем с каждым сотрудником. Сейчас уже даже нас троих не всегда хватает и появляется очередь. Вот. А если говорить про то, что у нас, в принципе, есть правило трех ключей. Сотрудник попадает в команду только, если его руководитель и команда хотят его видеть. И до того, как он приходит на эту встречу, делаем оценку 360 градусов, смотрим, что думает про него его То есть, так как в IT-компании у тебя явно есть какое-то резюме со всеми ошибками, со всеми выгруженная система сама там накидала… Слушай, ну такой красоты пока нет, но у нас есть тесты на IQ, на понимание текста… Помогают тебе тесты? Потому что очень много разных людей отношений к этим. Мое отношение такое. Этот тест не позволит тебе выявить талант. Точно. Даже если высокая оценка какая-то, если много баллов, никогда. Ну вот, извини, буквально сейчас отвечу. На твоем месте неделю назад сидела Ирина Зарина, CEO CHL Russia, которая в мире номер один по выявлению хайпо-талантов. Она говорит, есть такие тесты, возьмите у нее, попробуйте. Ну, мы всегда открыты всему новому, все пробуем. Но вот по тем тестам, которые мы используем, я понял, что если результаты плохие, это скорее всего очень высокая корреляция, что по всем остальным параметрам будет не good. Да. Вот если нижняя оценка плохая, то… То есть это как индикатор такой. Да. Вот. Должна команда сказать «да», должен руководитель вместе с командой сказать «да», сам сотрудник должен сказать, что он хочет остаться. Ну, потому что мало ли. Да. Скажи, пожалуйста, два вопроса сразу. Самое короткое позитивное интервью когда-то по времени, когда сказал «да», и самое короткое негативное, когда ты сказал «нет». Да. Была такая история, у нас есть сотрудник Руслан Полянский. Вот. Он еще по совместительству видеоблогер для молодежи. Вот. И я ему сказал, что его испытательный срок – это будет видео. Он должен все это сделать в видео. Он сделал офигенное видео. Реал такой истории, да? Да, да. И я сказал «Руслан автомат». Автомат. Все. Он, конечно, все равно пошел на эту встречу, встречался с Олегом, но, в принципе, это было единственное. Самое негативное, короткое. Когда человек зашел, ты понял, что «нет», и все-таки. Ты знаешь, вот было два таких интервью у меня буквально на прошлой неделе и на этой неделе. Здесь я уже не буду… Где произошел сбой? Почему этот человек и прошел отбор, и прошел 60 дней, и все же не попал? Ты знаешь, я считаю, что на уровне руководителя. На уровне руководителя, да. Просто есть руководители, которые, как тебе сказать, свою капитализацию очень четко оценивают и внимательно к ней относятся. И привести на финальную стадию человека, который по многим параметрам просаживает, для них это потеря капитализации. И они жмут руки и прощаются с неэффективными сотрудниками до. – Почему произошел этот факап такой? – Я думаю, что все-таки молодой руководитель, еще до конца не понимающий, как правильно оценивать… – Для него это была инвестиция. То есть, ну, как мы с тобой говорили в начале про право на ошибку. Потом с ним кто-то поговорил, что это обязательно делать. Так нужно, ну, надо развивать. – Я с ним поговорил минут двадцать, с ним поговорил HR, который у нас работает на площадке, там где мы проводили эту встречу. – Как он воспринял? – Да, он воспринял позитивно, но это была достаточно жесткая обратная связь, потому что, ну, как бы я ему объяснил, что второго шанса… – У него не будет. – Спасибо. – Оставшиеся пять минут. Что мы получаем на выходе вот этой программы? – Да, в первую очередь мы получаем однородную команду людей, которые хотят работать друг с другом, людей одинаковых по принципам работы и ценностям, и людей, которые точно уверены в том, что в каждом из них заинтересован сооснователь. Вот это гениальная совершенно вещь, потому что здесь не только вопрос проверить, насколько ты подходишь, а это для многих шок о том, что основателю банка есть до меня дело, он заинтересован во мне лично. И за счет этого мы получаем вовлеченную команду, однородную и вовлеченную. – Алена, у тебя сейчас есть возможность стать и чаром всей страны. Скажи, пожалуйста, вот смотря в эту камеру, обращаясь к молодым предпринимателям, к основателям, которых волнует тема подбора, дай им три конкретных шага построения подобной системы в их компании. – Ну, первая и очень важная вещь, в принципе, систему подбора и адаптации нельзя выносить в отдельное подразделение, будь то HR или там подразделение… – У большинства нет HR. Он сам, по сути, основатель HR. Вот что ему делать? – Быть заинтересованным в каждом сотруднике, с которым он работает. – Это три шага простых построения подобной системы в своей компании, в России. – Определиться с тем, кто должен присутствовать в команде и не идти на компромиссы. – Кто должен, то есть первое, да? – Да, и не идти на компромиссы здесь. Потому что очень часто там очень хочется получить ресурс быстро и потом ты платишь очень дорого за это. Второе – это брать под себя сильных людей, людей сильнее, чем он сам в различных направлениях, не бояться этого, потому что только так можно продвинуть бизнес вперед. Делиться с ними, быть честным, да? И третье – это выработать некую сердцевину правил, их должно быть очень мало. – Правила или принципы, как ты называешь, да? – Или принципов, да, их может быть 3-7 максимум. – От которых ни в какую нельзя отступать. – Да, которые зашиты во всё. В то, как люди общаются с клиентом, друг с другом, как они ведут дела, то, как они управляют процессами. Это должно быть вшито везде. – Ну, и ещё я скажу такую штуку – это должно быть регулярно. – Спасибо. Постоянно. – Постоянно. Это должно работать, как машинка. – Супер. Друзья, вот не поверите, у меня эфиры, они заканчиваются, вот я прям думаю, только осталась минута до эфира. Одно обращение к клиентам, вот что вы там хотите сказать своим любимым клиентам и людям, которые хотят прийти на работу к вам, вот что вы пожелаете и тем и другим. Ну, во-первых, я хочу сказать спасибо всем тем 100 тысячам клиентов, которые нас выбрали, которые нас рекомендуют. Мы продолжим делать для вас самый крутой в России финансовый сервис для бизнеса. – И людям, которые хотели бы работать в модуль банк. – У нас впереди очень интересный 2018 год и мы будем рады видеть людей, которые хотят что-то изменить. Welcome. – Супер. Друзья, программа пролетела незаметно, какие я делаю выводы. Давайте вместе попытаемся абсорбировать все вместе, что мы наговорили. Потому что цель – помочь всем тем, кто нас смотрит, чтобы их компания тоже стала лучше. Мы в целом заинтересованы, чтобы в России эффективность росла. Чем больше будет предпринимателей, тем и среда будет лучше, и клиентов в том числе будет лучше. Итак, самое главное. Если ты не понимаешь сейчас, какие у тебя ценности, надо подождать какое-то время, год-два, чтобы их сформулировать. Если ты понимаешь, попробуй сформулировать и начни по ним жить. Следующее. Люди – самое главное. И давая возможность права человеку свободу, это значит, человек имеет право сказать нет. Если ты решил, продукт первичен, нежели желание всех людей добавить туда всякие галочки. Клиент. Само собой мы не клиентом, ничего не должен. Клиент – это тот человек, который дает наш бизнес. Если вы хотите создать однородную команду, основатель, собственник, генеральный директор должен быть максимально вовлечен в процесс работы с людьми, развитие людей, приемы людей и так далее. Все, что связано с людьми – это работа основателя. Какой бы высокую пост он ни занимал, если он действительно хочет, чтобы его компания была номер один на рынке. – Ты знаешь, недавно услышал фразу очень интересную, что у основателя бизнеса есть всего лишь одна задача – нанимать и увольнять людей. – Супер. – Все. – На этой прекрасной ноте я и хочу поблагодарить наших гостей – Якова Новикова и Алену Воловую, HR-директора Модульбанка и сооснователя Модульбанка за очень интересный, познавательный и практический сегодняшний эфир. Друзья, до завтра. Берите видео, переслушивайте, ставьте на паузу, старайтесь что-то сделать, развивайте себя, развивайте свой бизнес, становитесь лучше. Пока. – Спасибо. – Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова